Итак, друзья, начинаем наш семинар. Еще раз благодарю, что добрались, что приехали. Тема очень важная. Итак, карма — причина следственной связи. Хочу начать семинар со слов Будушек Емуни. Когда-то они мне попались на глаза случайно, довольно-таки. И очень понравилось это выражение. «Даже огонь может превратиться в лед. Даже ветер можно поймать на лассо. Даже солнце и луна могут упасть на землю. Но плоды кармы проявятся неизбежно». Закон кармы, закон воздаяния, закон причины и следствия. Мы сталкиваемся с ним в различных культурах, в различных вероисповеданиях, в различных религиях. Так или иначе говорится об этом законе. И избежать его невозможно. Этот закон абсолютен. Абсолютен для всех живых существ в равной степени. Думаю, что придется зачитывать то, что говорится в тех или иных религиях, вероисповеданиях. Так будет, думаю, корректнее. Чтобы у вас уже точно отложилось то, что действительно практически все религии говорят о законе воздаяния. Закон кармы, закон воздаяния отслеживается во всех культурах. В частности, в христианстве, мусульманстве, ислам, мевляны, руми. Что мне попадалось в последнее время на глаза. И в очень-очень многих также культурах. Давайте начнем с христианства. То, что нам всем ближе. То, с чем мы чаще всего сталкиваемся. Православие. То есть, какими словами говорится о законе кармы. Иисус говорил, Иисус Христос говорил. «Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какой мерой меряете, такую и вам будут мерить». То есть, некий такой вот подведение итогов в жизни каждого человека. Мудрый царь Соломон говорил. «Воздаяние человека по делам рук его». Также в христианстве говорится. «Как ты поступал, так поступлено будет и с тобою. Воздаяние твое обратится на голову твою». «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». То есть, такая предыстория знаменитой пословицы. Вот, что говорится, например, в Коране о воздаянии. «Воздаянием за зло является равноценное зло. Но если кто простит и установит мир, то его награда будет за Аллахом. Тем, кто творил в этом мире добро, будет воздано добро». «Поистине, те, которые проедают имущество сирот, поступая несправедливо, набивают свои утробы ничем иным, как огнем, и будут гореть в пламени ада». То есть, здесь прослеживается то, что действительно некое подведение итогов существует. Существует в жизни каждого человека. И от этого не уйти никому. Никому не удавалось, и, я уверена, никому не удастся еще очень долго. Закон кармы рассматривается глубже, на мой взгляд, в буддизме. То есть, это какие-то буддические тексты, сутры, джатаки, которые записывались более двух тысяч лет назад. То есть, это древнее, чем современные религии в этом мире. В ведической культуре очень много говорится о законе кармы. В ведической литературе, такие как Рамаяна, Эпас, Махабхарата, написаны они тысячи лет назад. И я вам рекомендую с этими текстами ознакомиться. То есть, это наследие, прямое наследие наших предков. И люди в те времена очень хорошо понимали вообще эту взаимосвязь. И жили уже, исходя из принципа, исходя из каких-то определенных жизненных критериев, которые опирались на закон воздаяния, на закон кармы. Есть сутра, сутра о законе кармы. Так она и называется. Можете забить ее в интернете. Она небольшая, прочитаете буквально минут за пять, за шесть. Вот, где один из учеников Будды Шакьямуни, который прожил более двух тысяч лет назад, две с половиной тысячи лет назад, в этом мире, на этой земле, на территории современной Индии, Непала. Вот, и его, один из ближайших его учеников, Ананда, задал ему вопрос о том, что как же люди в такое вот сложное время, потому что в то время уже, как бы, уже была эпоха Кали-юги, которая сейчас и длится. Один из сложнейших таких периодов юг. Их четыре юги. Ну, вот этот самый сложный и непростой, который мы с вами сейчас переживаем. Так вот, в те времена уже он начался, и люди погрязли уже в омрачениях, и многие не понимали закона кармы. И уже жили, ну, знаете, как живется. Вот. И по истечении жизни попадали, ну, в общем, очень круто попадали. И Ананда, проявив сострадание к этим живым существам, он задал вопрос, будешь о Кимуне, а как же таким существам помочь? Что же им поможет? Как же их хоть немножко остановить на пути, по которому они двигаются, и заставить задуматься о том, что же они делают в этой жизни? Какие средства, к каким средствам можно прибегнуть, чтобы хоть как-то вразумить людей, в частности, живых существ? И Бадашак Емуни рассказал основополагающие законы, основополагающие истины. Также он добавил, что закон кармы необычайно длинен, там пунктов очень-очень много, и не существует какого-то определенного, знаете, свода правил, потому что было бы нам всем тогда очень легко. Вот у нас есть свод правил, мы их придерживаемся и проживаем эту жизнь. А смысл тогда? Зачем нам тогда дана мудрость, интеллект, разум, чтобы мы как-то сами приходили к тем или иным выводам, двигались самостоятельно по пути, не опираясь на какую-то конфессию религиозную, духовную, то есть 100% не опираясь, не полагаясь, а все-таки проявляли самостоятельность и шли сами, были себе тем путеводным светом, которым мы являемся изначально, то есть прочувствовали единство с Богом, с Божеством, с Богами, со всем мирозданием, и уже опираясь на это, понимая единство всего, мы сами входили в двери, которые нам помогают открыть учителя, какие-то религиозные конфессии, какие-то течения духовные, неважно, но входим мы в эти двери сами, это очень важно понимать, и спрашивать с нас будут, с нас именно будут, не с каких-то последователей, учителей, которые вам дали те или иные инструменты в этой жизни, а конкретно с вас, и это очень важно понимать в этой жизни, и чем раньше, тем лучше. Так вот, Будда перечислил основополагающие для того времени общества критерии, по которым следует двигаться, и я вам советую, конечно, ознакомиться с этими критериями, вообще с этой сутрой. Как она называется? Сутра о законе кармы. Так и называется. Также отметьте себе джатаки. Джатаки — это очень-очень много, они очень легко читаются, похожи на сказки современные, в нашем понимании сказок, где Будда рассказывает своим ученикам о своих прошлых перевоплощениях. Дело в том, что понять закон кармы практически невозможно, если мы не допускаем прошлых жизней. Наших прошлых опытов в бесчисленном количестве прошлых жизней. Реинкарнация. Закон реинкарнации. Так вот, как раз-таки в этих джатаках очень доступным языком он описывает свои прошлые жизни своим ученикам и дает возможность увидеть действительно существование определенных взаимосвязей с событиями этой жизни и с событиями прошлых жизней. На сегодняшний день существуют методики в йоге, которые позволяют вспомнить ваши прошлые жизни. Вот если среди вас есть кто-то, кто участвовал в ретрите погружения в тишину, либо випассана, есть такие. Вот, есть такие люди. Я тоже участвовала в этом погружении. И на личном опыте вам могу сказать, что да, это очень эффективный механизм по встрече с самим собой. Мы проживаем эту жизнь и думаем, что мы о себе знаем все. Мы знаем, как нас зовут, сколько нам лет, какая у нас профессия, какой у нас род деятельности в этой жизни, как зовут нашего мужа, сколько у нас детей и так далее. То есть, в принципе, мы знаем, кто мы в своем нормальном уме, ходим на работу и стараемся двигаться как-то в этой жизни. Вот, то есть, у нас определенно есть вектор, по которому мы идем. Но подобные практики позволяют, что значит встретиться с самим собой? Растождествиться с этой личностью, к которой вы привыкли. То есть, эта личность, она обусловлена лишь этой жизнью. И мы не помним себя в наших предыдущих воплощениях. И вообще, ситуация в мире такова, что у нас даже времени нет над этим задуматься. Да, нам где-то интересно это было бы, ведь, согласитесь, это гораздо интереснее просмотр каких-нибудь сериалов или фильмов или прочтения интересных книг, когда ты такое узнаешь о себе. А прожитых жизней, их бесчисленное множество, количество. И кем мы только не были в этих жизнях, и что с нами только не происходило. И добрыми, и злыми, и богами, и демонами мы были. И весь этот колоссальный опыт, он находится в нас. И чтобы как-то зацепить эту мудрость, которая находится в нашем подсознании, где-то скрыто глубоко внутри нас. И существуют такие инструменты, как йога, такие инструменты, как различные практики и так далее. То есть это реально вспомнить. Но здесь, конечно, нужно учитывать многие факторы. Во-первых, карма. Должна быть благоприятная карма. Должны совпасть многие условия для того, чтобы, во-первых, вы попали на этот ретрит. 10 дней — это не такой большой промежуток времени, который бы вы в своем расписании не смогли найти, допустим. Но если у вас нет такой благой кармы, как бы вы ни старались, как бы вы ни решили туда попасть, вы туда не попадете. Такой момент. Но если есть возможность, я очень вам рекомендую все-таки поехать и попробовать самим. не слушать кого-то, не читать это в книгах. Это действительно увлекательно, интересно, где-то об этом прочитать, кого-то послушать. Но пережить это самому изменит вашу жизнь в корне. Туда люди приезжают. Так получается, что я практически на каждой випассане участвую в проведении випассаны, в основном в мероприятии. Различные какие-то роли исполняю. И я присутствую при отзывах, когда уже люди отсидели свои 10 дней и когда они начинают говорить, так как весь ретрит проходит в тишине, то есть не говорят. И вот первые слова, первые какие-то отзывы о том, что же людям удалось пережить и прочувствовать. и вы знаете, просто мурашки по коже, потому что приезжают абсолютно разные люди. Кто-то ведет здоровый образ жизни, кто-то не ведет, кто-то задумывается, кто-то думал, что вообще он там поедет отдохнуть в лесу, а тут вдруг оказался какой-то ретрит. И это адская боль в ногах и спине, и вообще, я, говорит, думал, я вообще-то на отдых приехала с таким укором. Но, говорит, просидел. То есть карма так все подвела, что задел он сделал в прошлых жизнях, и в этой жизни у него это проявилось. То есть он прикладывал усилия когда-то, и в этой жизни у него появился шанс. Но что я вам хочу сказать. Если вы занимаетесь йогой, сидите сейчас здесь на подобном семинаре, 100% у вас также есть подобный задел из прошлых жизней, и вы занимались практиками самосовершенствования в прошлых жизнях, и достигли высот. Падений, высот, ну, в общем, накопили большой опыт в этом. И абсолютно не случайно вы занимаетесь йогой сегодня. Неважно, возможно, вы пришли на йогу, чтобы там похудеть, чтобы привести свое тело в порядок, чтобы, как еще говорят, быть гармоничной, быть спокойной, а притянуть в свою жизнь очень много позитивных моментов, событий, ну, в общем, немножко с таким корыстным, даже если вы настроем пришли, все равно это очень малый процент сегодня, кто доходит до йоги. И неважно, каким стилем йоги вы занимаетесь, ведь ваш накопленный опыт, он вам и будет постепенно подсказывать, постепенно будет проявляться из вашего внутреннего мира, и подсказывать, какой путь вам наиболее знаком, какие практики вам наиболее легко почему-то удаются делать, какие асаны вам наиболее знакомы, ведь согласитесь, очень многие асаны вы вроде бы совершаете впервые, а у вас такое ощущение, что вы их помните, вот скажите, пожалуйста, у кого есть такие ощущения, что вы уже когда-то делали подобную асану, да, то есть практически, да, 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 вот оно и есть, то есть на уровне души, на уровне вашей живатмы вся эта информация записана, и то, что, знаете, есть фраза не накапливать, не стремиться к материальному в этом мире, так как мы уходим, мы ничего с собой забрать не можем материального, да, там машины, на квартиры, ну, все, к чему стремится современное общество, там, завести детей, мужа хорошего, любимого, единственного, мы это все с собой взять не можем, и когда эти люди от нас уходят, мы тоже их удержать не можем, значит, есть какое-то заблуждение, значит, чего-то нам не договорили, чего-то нам не дорассказали, вот, мы приходим в этот мир в одиночестве, и мы уходим из этого мира тоже в одиночестве, ничего материального мы взять с собой не можем, но мы можем взять с собой мудрость, которую мы накопили за нашу жизнь, и мы можем взять с собой опыт в практиках, опыт в йоге, опыт в духовных каких-то самосовершенствованиях, путях, инструментах, и эта информация записывается на подсознательном уровне, и когда мы проявляемся в новой жизни, в новом теле, с новым именем, с новой фамилией, в определенном, там, народ, там, народность, в определенном месте, возможно, это будут вообще какие-то страны Африки, да, то есть в человеческом теле можно родиться в различных условиях, согласитесь, но помнить мы этой информации не будем, оперативная память этим не владеет, поэтому и нужно заниматься практиками, чтобы вытащить на поверхность ту вашу мудрость, которая у вас присутствует, одно то, что вы пробудете в отдалении от всех этих электронных девайсов, гаджетов, вот этих окутывающих все помещения электронных проводов, потому что они очень искажают энергетику, и медитировать, и сонастраиваться, ну, в общем, сложно, сложнее. В чистом месте, где не будет вот этого всего лишнего, напоминающего вам о вашей личности в этой жизни, вам намного эффективнее будет и легче выйти на уровень вашей души, на уровень вашего настоящего Я, и встретиться с самим собой, и это действительно удивительно. Мужчины там просто буквально вот так плачут, они говорят, мы даже и подумать не могли, что такое вообще возможно. Мы, говорит, жили, причем люди уже в возрасте, люди не какие-то там, я не знаю, знаете, фанатики, какие-то эзотерики, ударившиеся там в какие-то направления, в йогу, вообще обычные люди, которые вели социальную жизнь. Они буквально плачут и говорят, что, как же я, говорит, раньше об этом не задумывался даже, почему мне об этом не рассказали ни в школах, ни родителей, ни в институтах, ведь обучают разным абсолютно всему и нигде не учат жить, о жизни никто не говорит. Знаете, кто мы такие, зачем мы сюда пришли, в чем наше предназначение. Никто не находит это важным. И, следовательно, кому-то выгодно людей держать вот на уровне примитивном, на примитивном уровне, на уровне животных, то есть на уровне нижних центров, там, где страх, там, где страшно, как-то поднять голову и задуматься о том, спросить, кто я, а зачем я сюда пришел, а откуда я пришел, а куда я уйду в посмертии. Страшно, там, остаться без работы, страшно не прокормить свою семью. Страхи, присущи нижним центрам. Нас специально стянули на эти нижние центры. Почему? Потому что такими людьми легко управлять. Все эти компьютерные игры, все эти дебильные сериалы, проекты на различных телеканалах, современная музыка, все направлено на то, чтобы сбить нас вот с той тонкой вибрации определенной, на которой есть какое-то понимание вообще жизненных процессов. И у современного человека отсутствует это понимание. То есть, так как об этом не говорится, так как масс-медиа не распространяет эту информацию, а наоборот загружают ежедневно кучу хлама в наше подсознание, мы просто остаемся, знаете, такими зашворенными, очень-очень много слоев, очень-очень много масок, и пробиться сквозь все это, ну, вы знаете, невозможно, то есть с точки зрения материального. Но если у вас есть благая карма, если боги заинтересованы в вашем развитии, если они видят, что человек живет по совести, и мотивация у человека синхронизирована с мотивацией божественной, во-первых, вам придет очень большая защита, поддержка свыше, и вы сквозь все эти запыленные грани вашего сознания увидите свет своего настоящего Я, увидите отблеск истины, и соприкоснувшись с таким опытом, вы уже назад не свернете. То есть люди, которые получают опыт, неважно, на випассане, каких-то других ваших практиках, которые хоть раз почувствовали, что они не вот это тело, хоть раз почувствовали единство со всем мирозданием вокруг, со всеми людьми вокруг, ощутили явно, что нет плохих, нет хороших, а есть единое какое-то развитие, в котором мы все вместе двигаемся и развиваемся, таким людям уже невозможно вернуться на рельсы прежние. Такой человек будет жить по совести, такой человек, ну ему будет просто стыдно жить так, как он жил раньше. Например, если он ел мясо, употреблял мясо, или курил, пил, в общем, разлагал свое тело всячески. Ведь мы же все это прекрасно понимаем. Мы же все это уже миллион раз слышали, что это вредно, что фанатики об этом говорят ежедневно, ежеминутно, ежесекунда, что не нужно этого делать, что вредим нашему здоровью, нашему сознанию. Но это преподносится с такой стороны, вы знаете, навязывание такое определенное, какое-то насильственное какое-то давление чувствуется, и людям просто становится, ну им претит вот такой подход, и они буквально назло начинают делать больше вот этих гадостей. То есть здесь такой тонкий момент, что тоже без средств массовой информации здесь не обходится. Они видят какие-то здравые течения, и под ликом здравого течения вот давят на вас, на массы вообще, на людей социальных, и раздражают их. Это вот первая реакция это раздражение, агрессия, неприятие. И такой человек там еще дольше не станет на путь здравого образа жизни, в комплексном понимании этого. Вот поэтому да. Как вы думаете, как мотивировать людей, если они не хотят задавать себе эти вопросы ни в какую, не признать, кто я, куда я иду. Если это... Просто как будто бегут у них, и ты пытаешься с ними про это говорить, его не отрицают. Чем бы их можно было мотивировать? Да, скорее всего вы говорите о близких людях, то есть о... Не о близких, даже о знакомых, о коллегах. Ну, в общем, о людях, с которыми вы общаетесь. У вас с такими людьми есть энергетическая связь. То есть при общении, сейчас не говорим о том, как их привлечь, просто объясню немножко с точки зрения энергии. При общении вы устанавливаете связь энергетическую, и ваша энергия, состояние вашей энергии влияет на человека, с которым вы общаетесь. И, соответственно, если вы пребываете в сатве, в благости, то есть вы уже подняли свой уровень более выше, вы спокоен и уравновешен, вы регулярно практикуете, пытаетесь облагородить этот мир, ну, всячески, все, что вы можете сделать. Хотя бы у вас есть позитивный, мысленный какой-то позыв, это уже, уже очень много значит. Это будет касаться ваших близких. Хотят они того, или не хотят. На своем примере, на примере очень многих близких, знакомых, начинающих преподавателей йоги, абсолютно все сталкиваются с этой проблемой. Становят, занимаются здравым образом жизни, становятся на путь здравого образа жизни и начинают лечить своих родственников. Вы такие, вы сякие, вы неправильно все делаете, вы неправильно живете, что вы делаете, вы губите свою жизнь и начинается. Все, что они узнают из лекций, из книг, вот все их прозрения, они это все вываливают на родственников и думают, что те будут рады и счастливы, послушаться и впрыжку с ними побежать по этому здравому пути прекрасному. Но нет, они сталкиваются с агрессией, наоборот, прям с таким негодованием, потому что если бы вы бросили, перестали есть конфеты, никто бы не заметил. Но то, что вы перестали есть мясо, это вот вызывает, ну это конфликт просто какой-то получается. И никто этот конфликт объяснить толком не может даже эти люди, которые конфликтовать начинают. Не трогайте их. Вот реально вам совет, не трогайте их, ничего им не объясняйте. Один раз скажите там здравый образ жизни, какой-то вот посыл, что-то вот, какую-то фразу сделай, ну вот киньте. возможно оно до их сознания дойдет, но не более того. И продолжайте жить так, как вы живете, продолжайте практиковать. Вы накопите энергию, вы станете сильным, у вас появится больше тапоса, то есть ваша речь приобретет силу. Знаете, есть такое выражение сила речи, сила взгляда, мудрый тот, кто может взглядом поднять с колен, или вот сила слова, да, как, например, Будда Шакимуни говорил, как Иисус Христос проповеди читал, ведь они некрасивыми словами, сложными оборотами привлекали внимание людей. Они говорили очень просто, очень мало, но доходило до души человека. И даже самый какой-то вот там падший, погрязший в грехах, там, заблудший человек, он слышал слова святого человека, слова просветленного человека. Почему? Потому что этот человек к себе вначале прикладывал очень много усилий. Тоже Иисус Христос 40 дней в пустыне. Представляете, какая-то аскеза, или он просто так решил уйти от мирских страстей, и ему там было хорошо. Нет, он претерпевал достаточно очень много трудностей, так же, как и любой другой мудрец в этой жизни. Поэтому вы, а вы ничем, кстати, не отличаетесь от этого мудреца. Абсолютно. Просто у вас накоплено чуть меньше опыта. Вот и все. Это все различие. Или, возможно, вы просто не помните этого мудреца в себе. Так вот, далее, накопив тапас, жизненную энергию, силу, в эту энергию попадут вот эти ваши родственники и люди, с которыми вы общаетесь, близкие друзья. И они сами того не подозревая, начнут обращать внимание на питание, на почему-то, на режим дня. И они сами к этому придут. И это действительно работает. Это вот могу сказать точно, что работает. Вот. И вот многие-многие наши преподаватели тоже могут подтвердить. Вот. И знакомые ребята. Поэтому не расстраивайтесь, не отчаивайтесь, если вначале вас вообще никто не поддерживает. Такое бывает. Вот. Потом обязательно появится какой-то один-два соратника. И дружите с ними в полном смысле, в полном понимании этого слова. То есть вы будете поддерживать друг друга энергией, вы будете давать друг другу силу. Потому что выйдя из вот этого купоря, который вот катится извините вниз с пьянками и так далее, гулянками со всеми, выйдя из этого кокона вырвавшись социального, вы вдруг лицом столкнетесь с... Ну, в общем, против течения реки вы будете грести, грубо говоря. Все будут вот так плыть себе по течению, им там будет тепло, уютно, комфортно, хорошо, сладко естся, мягко спаться и вообще у них проблем по жизни не будет, но у них будет деградация в прямом смысле слова и по закону кармы попадут они по полной программе, к сожалению. И выстоять, когда вы это вдруг поняли, увидели, вспомнили, осознали, выстоять против этого натиска, это просто очень сложно. Сами, видимо, знаете, сбивает с ног. Поэтому чем больше рядом людей, которые поддерживают вас, которые разделяют ваши мысли, которые подбадривают вас в трудный час, потому что очень часто хочется опустить руки и махнуть на это все дело и сказать, да ну, его подальше, я буду продолжать сидеть на диване, есть бутерброд с колбасой, пить пиво и вообще все тлен. Вот прекрасная отмазка сейчас у всех. Я сейчас в инстаграме часто это встречаю, все тлен. Вроде человек все понимает, понимает, что к чему, понимает, принимает причинно-следственные связи, йогу, ходит на йогу, но вот эти страсти, от которых он не может отказаться, то есть он понимает пагубность всех этих страстей, как они разрушают его организм, как они разрушают его энергетику, как они разрушают отношения, взаимоотношения с близкими людьми. эти страсти настолько сильны, настолько крепко их держат, что у них не хватает тапаса, у них не хватает энергии от них отказаться. Поэтому они съезжают и говорят, что все тлен, а все равно все прах. Какая разница, зачем прикладывать усилия в этой жизни? Мы все равно все умрем, и ты со своим здоровым образом жизни, и я со своими пьянками, гулянками, какая разница? На работе тоже парень подходил, говорил, а ты знаешь, я тоже интересовался когда-то буддизмом, сказал, я буддизмом интересовался в Петербурге, и какое-то время что-то там пребывал, какие-то практики делал, но так как наступают обязательно трудности и испытания на этом пути, это 100% у каждого, то есть вначале все идет гладко, плавно, весело, хорошо, позитивно, а потом на вас обрушивается лавина испытаний, и здесь нам нужно выстоять, выстоять, вытерпеть и выдержать, конечно, если есть благая карма, вам это удастся сделать, если нет благой кармы на это, ну, вам не получится выстоять в этой жизни, или на данном этапе жизни, но рост всегда возможен, вот, поэтому, да, и он мне сказал, что, я, говорит, ну, он не выдержал этого испытания первого самого, и там скатился еще дальше, чем был, то есть пил очень много, парень молодой, а проблем со здоровьем там целый букет уже, ну, на лицо, сам по себе тоже очень хороший, ну, как человек, добрый, отзывчивый человек, но он себе решил, что, а мне, говорит, исполнится там 35, и тогда, или под 40 мне будет, и тогда я успокоюсь уже, я уже нагуляюсь, я тогда задумаюсь об этом пути, и я снова на этот путь обязательно вернусь. Но я тогда, конечно, не нашла, что ему сказать, ну, единственное, что там, сказала, что не всегда будет этот шанс у тебя, то есть люди находят в себе оправдание, даже понимая значимость, даже понимая важность практик, важность духовного саморазвития. Вот. Почему я говорю благая карма? Да, вот человек жил, шел себе по накатной, как говорится, жил, как все, там, брал от жизни все, и он повстречался с определенным учением и даже получил какой-то эффект, какой-то опыт. И он понимает, что все, я меняю свою жизнь, я буду жить теперь иначе, вот с этого данного момента. Я понял, что к чему, и ничто меня не остановит. Но сходит с этого пути. Почему? Почему карма держит? И вроде этот человек и сонастроился с этим миром, вроде этот человек и хороший человек, вроде он и благо принести этому миру хочет, но почему-то почему-то у него это не получается, и он скатывается каждый раз. То есть вот многие, кто перестает пить, даже есть такие преподаватели йоги знакомые, то есть все понимает человек и уже и людям знания несет, да и вроде и благодарности к нему приходит, то есть он в форме служения свою жизнь проживает, то есть что еще нужно, а все равно скатывается, там уходит в запой, его там друзья-соратники вытаскивают, он опять уходит в запой, и вот эта череда продолжается и продолжается. И вот некоторые компетентные люди просмотрели почему, заглянули в его прошлой жизни, и человек спаивал очень много лет людей, то есть он держал какую-то мануфактуру была, винопроизводство какое-то, алкоголь, и спаивал очень многих людей, или как-то распространял алкоголь. И теперь в этой жизни, что бы он ни делал, так как закон кармы абсолютен и неумолим, он будет вынужден страдать от этого алкоголя. пока он не отработает эту карму, он будет как животное просто спиваться и отравлять жизнь и себе, и окружающим людям вокруг. Даже если он столкнулся с йогой, даже если он стал преподавателем и несет знания людям. Вот настолько наши действия нам кажутся. Мне надо зарабатывать, мне надо семью прокормить. Но не обращая внимания на то, для кого мы что-то делаем в этой жизни, что мы делаем для этих людей, на что направлена эта деятельность, на разрушение ли планеты, на причинение ли вреда людям, либо на какое-то созидание в этом мире. Мы не задумываемся, а это очень-очень важно. Я сказала, человек в этой жизни должен, ну, то есть будет скатываться до этого состояния животного. Миллионы жизней он будет таких проживать. Вдумайтесь. Ни одну жизнь. Почему? Потому что существует цепочка. Я проработала много лет дизайнером одежды за границей и видела на производстве, я уже тогда начинала задуматься о причинно-следственных связях, о карме я еще толком не знала, но как-то пыталась уже какие-то делать шаги в саморазвитии и решила для себя, что это важно, то, чем человек занимается, не важно какая профессия, но сделать из этой профессии, в общем, направить ее, перенаправить в благое русло. То есть если я делаю одежду из синтетики вредной, материал, люди это носят, получают вред и значит что-то не так, что-то я делаю не так, не хочу я так делать. Я буду продолжать делать эту же одежду, то есть я не меняю свои какие-то вектора, коррективы, не привношу в профессию, я буду делать ее из натуральных тканей, из органических. Ну вот тогда я так себе решила. Видимо какие-то интуитивные были уже предпосылки, что подожди-ка, одумайся, ты представляешь, ну вот объясняю, сделал ты платье, одно, одну штуку, да, и носишь его, ну вредное, или там подарил кому-то там одну одну вещь, да, там из синтетики, допустим, ну там синтетика, что такое, ну посмотрите лекцию про одежду, у нас есть тоже выложено, в общем, как она пагубна, все это влияет на природу, и в общем, много там кармы негативной в текстиле, очень много, вот, поэтому, вот вы одному человеку конкретно подарили там брюки, да, допустим, или сарафан, и, значит, он там получил какой-то вот вред от этого, ну там ткань, ненатуральная, возможно, откровенные какие-то вырезы там, в общем, длина нерегулируемая, короче, повязка на бедрах и так далее, то есть там, и вы получили определенную цепочку кармы, то есть, если это откровенное платье, и мужчины концентрируются на этот образ, то есть, она мимо проходит, а просто так, она мимо не проходит, на нее обращают внимание, ну, в принципе, пиродетого его и одевает, надевает на себя. Как это влияет на физическом уровне? Провели исследование в Лондоне, 80% умерших мужчин в возрасте 60 лет были больны раком простаты, то есть, каждое возбуждение, которое мужчина чувствует, испытывает в течение дня, смотря на подобно раздетую в кавычках девушку, а он это наблюдает по статистике 100-200 раз в день, то есть, вот это напряжение в нем возрастает, никуда оно просто так не девается, оно пропихивается в подсознание, то есть, и в толпе очень много взгляд просто попадает, он даже не хочет смотреть, он просто замечает это все красивое вокруг. рекламные объявления, фильмы, то есть, журналы, очень-очень-очень много этих образов, которые вызывают возбуждение. В природе есть закон природы, каждое возбуждение должно сопровождаться с аитием, это и у животных, и у людей. Так как, естественно, это не сопровождается этим действием, то возрастает очень большое напряжение, поэтому очень много сейчас заболеваний, простаты, рака простаты и так далее, а у пожилых людей практически 100%. И представляете, что одно платье сделало, вот, хотя бы это мы только какую-то цепочку рассмотрели, какие-то звенья этой цепочки, то есть, она надела одно платье, на нее посмотрело в этом платье, допустим, тысяча мужчин, и она ответственна за вред, который она нанесла тысячи мужчин. Если она сфотографировалась в этом платье и выложила свою фотографию в Инстаграме и Фейсбуке, на нее посмотрела сотни тысяч мужчин и получила вред, и она ответственна за сотни тысяч мужчин. А теперь подумайте, сколько жизни она будет это отрабатывать. Можно ли это назвать каким-то неким сбором сексуальной энергии? Потому что человек, он, если на себя вот эту энергию собирает, может он преобразовать? Да, хороший вопрос, благодарю. Здесь тоже актуальна практика йога. То есть, йога позволяет нам конвертировать энергию. Сексуальная энергия это нижние чакры. То есть, если мы рассмотрим такую картинку, обратите внимание, центральный канал Сушумна и по нему расположены семь чакр. Пять нижних чакр отвечают за нашу жизнедеятельность. Так вот, Муладхара из Сватхистана это вот нижние чакры, на которых в основном современное общество держит. Это страх, это всевозможные страсти, пристрастия, удовлетворение своих страстей, погоня за удовлетворением своих страстей, бесконечные желания, которые нам навязываются в приобретении того или другого счастливой жизни, счастливой семейной жизни и так далее. В общем, различные. То есть, вот, это две нижние чакры. сексуальная энергия тоже, она вот здесь копится очень сильно в Сватхистане и, как вы понимаете, ее очень много. Порносайты это самые востребованные сайты в интернете. и, ну, в общем, коллекции, которые делают мировые дизайнеры, это там похотливая основа. Чем более это будет развратно, чем более это будет привлекать противоположный пол, тем лучше. Основной акцент на это. Не на здравость, не на ткани, не на какие-то там защитные функции одежды, присущие одежде, в принципе, испокон веков, а именно на привлечение противоположного пола. То есть, развращение общества. И этой энергии в нас действительно очень много. И пробиться этой энергии вверх по каналу довольно-таки сложно. Здесь днище широкое. Это говорит о том, что очень много накапливается энергии. И чтобы протолкнуть ее к высшим центрам, нужно изменить вибрацию этой энергии. То есть, на каждом центре определенная своя вибрация идет. Вот. И это достигается путем хатха-йоги, различных других техник в йоге, чистки. Ну вот, допустим, крия, такая, как шанка-пракшалана. Запишите, это очень такая важная практика. Ашаткарма. Она очищает как раз вот эти нижние две чакры. То есть, вы выпиваете большое количество соленой воды, и она прочищает полностью весь ваш организм. вот ротовая полость и вот по кишечнику все, оно у вас это все выводит. И для здоровья это очень хорошо. Минимум два раза в год в межсезонье ее нужно выполнять. И для энергии. В межсезонье это что? В межсезонье? Ну, переход. Это, что там, осень-весна, да. Вот таким вот образом. То есть, ознакомьтесь с этими техниками. Только ознакомьтесь, пожалуйста, из различных источников. Потому что если у вас есть какие-то противопоказания, лучше ее, конечно, уже не выполнять. Там язва желудка и так далее. Вот. Но энергетически она как прочистит эти чакры в определенном смысле. Конечно, избавиться от всех этих образов, которые вокруг, ну, это практически невозможно. Но это вам придется постоянно сидеть и конвертировать свою энергию. А делами нужно заниматься в этой жизни, как бы, жить, да. Если вы направите свою жизнь не во благо себе, да, там, не во благо, там, я хочу быть здоровой, я хочу, там, иметь семью крепкую. Это, вы знаете, в определенной степени такие эгоистичные потребности. Если вы направите жизнь для других, если вы поймете, что обрести истинное счастье можно только в том случае, если вы сделаете счастливым кого-то другого, то есть, если вы принесете благо этому миру, вот это ощущение вот этого счастья, оно неподдельное, оно настолько искреннее и чистое, что его не спутаешь с счастьем семейной жизни, с счастьем от рождения детей, потому что здесь присутствует еще эгоизм. Но когда вы, а где присутствует эгоизм, обязательно придут страдания, вы обязательно рано или поздно разочаруетесь в мужу, в жене, в детях и так далее, будут страдания. Такое, знаете, колесо сансары в буддизме есть, тоже ознакомьтесь с ним, изучите его, тоже там довольно-таки любопытно. Но когда вы уже направляете всю вашу деятельность во благо этого мира, тогда вот эти энергии, которые накапливаются, вот эти все концентрации похотливые на вас и так далее, влияние этого общества, оно будет, ну то есть вас защитят от этого, и это чувствуется, вы будете как под щитом таким, потому что богам вот такие альтруисты, они как необходимы, чтобы эти альтруисты проявляли в этом мире волю богов, так как мир людей, ну согласитесь, наш уровень не настолько высок, как уровень каких-то просветленных существ, и им виднее, что здесь происходит в этом мире, какие процессы происходят в этом мире, а в этом мире, извините, мир сумасшедших, и все процессы направлены на просто разрушение этой планеты, и планета уже выживает, об этом уже трубят, кричат очень многие там организации, которые следят за экологией, которые следят за чистотой воздуха, воды и так далее, таяние ледников, стихийные бедствия, и природа уже еле терпит, и планета, извините, уже трещит по швам, и высшие сущности для них, то, что происходит в этом мире сейчас, то, что люди творят, чем они занимаются, это полный абсурд, это нонсенс, и они видят, что мы сами пилим сук, на котором сидим, и когда появляется хоть кто-то, который уже не для себя пытается этот мир подмять под себя и удовлетворить своей страсти, а уже пытается какой-то лад привнести в этот мир, хоть как-то изменить состояние в этом мире, который сопереживает процессом этого мира, вот тогда они вступаются за этих людей очень круто, и будет такой момент, когда вы не будете задумываться о том, где вам взять денег для того, чтобы там заплатить за квартиру, где вам там взять денег для того, чтобы ваша семья питалась, пока есть эти проблемы в вашей жизни, нет у вас времени для того, чтобы заниматься практикой, нет у вас времени ходить на эту йогу, о которой так сейчас много говорят, ну, нет у вас этого времени, просто, у вас дети, у вас внуки, у вас там семейная жизнь, у вас работа, вам еще и отдыхать нужно, вот, когда, где выделить час, в Москве, ну, или в большом, крупном городе, полтора-два часа, а еще это доехать на метро и обратно, чтобы позаниматься собой, вы скажете. Так вот, пока у вас есть эти препятствия, вы еще недостаточно поработали со своим эгоизмом, разберитесь с вашими желаниями, как говорится, желаниями все мироздание одето, желания недруг познания и света. Почему сейчас так много тренингов по там как же там достигнуть желаемого, а вот как же там, книжка секрет тоже, прекрасный тоже пример. Да, смотрите, во-первых, природа желаний какова? Мы удовлетворяем те или иные наши страсти, да, мы хотим дом, мы же хотим его не для себя, мы для семьи, для детей, вот, но мы же не хотим его для всего мира, а для какой-то вот такой маленького ячейки общества, закрытой, нам будет уютно, хорошо, все, что вокруг происходит, пусть там и происходит. Главное, чтобы вот у нас все было тепло и хорошо и уютно. Так вот, машину мы хотим, миллион долларов хотим, ну, не важно, что мы хотим, есть информационное поле, эфир, один из пяти элементов, вода, огонь, воздух, земля и эфир, да? Так вот, этот элемент и как раз-таки отвечает за то, какие мысли вы посылаете, то есть там он полностью пропитан мыслями людей, чаяниями, желаниями, и вот вы, посылая тот или иной, то или иное желание, зарождая в себе, вы как бы в эту почву, в почву эфира кидаете зернышко, вот, например, забываете об этом желании, и у вас еще появляется миллион других желаний, и вот эти миллион других зернышек там живут и развиваются, развиваются за счет вашей жизненной энергии, а вы уже и забыть забыли и не думаете, и знаете, говорят, желания исполняются тогда, когда уже и не нужны в принципе, а вы еще и в прошлых жизнях туда засевали, вы не переживаете не только в это, еще и в прошлых жизнях, и вот они к вам приходят, и вы думаете, зачем оно мне надо, мне это уже не надо, а выкорчевать этот корень, ну практически невозможно, там их столько, что его нужно найти, его оттуда нужно извлечь, то есть то, что вы пожелали, обязательно исполнится, и обязательно к вам придет, только за счет чего это придет, просто так, просто так ничего не придет, тапос, ваша жизненная энергия, которую вы копите, которую вы нарабатываете тяжело в этих условиях, в практике нарабатываете, вы ее тратите на вот эти желания, то есть тратится ваша жизненная энергия, не вам-то кто-то подарок боги, да, там решили преподнести, то, что у вас есть, берется, и взамен вам дается ваше вот это желание, материальное, которое, в принципе, вам вообще не надо в этом мире, то есть вам блага от этого, ну, практически не будет точно, если это что-то материальное, вот, и, то есть вы получаете это, но теряете свою жизненную энергию, вот таким вот образом. Книга «Секрет», там прям совсем круто, потому что, если по ее сценарию, как бы, реализовывать свои желания, вы потратите весь ваш тапос, а зачем нам дается тапос от рождения, есть какое-то количество жизненной энергии, которая нам необходима. Смотрите, у нас происходят определенные события в жизни, неприятные, там, автокатастрофа, еще что-то, угроза, там, что на вас что-то упадет тяжелое. Так вот, эта жизненная энергия вам как подспорье, вам как защита, она проявится именно тогда, когда у вас будет упадок жизненных сил, и с вами будет происходить несчастье. Знаете, да, такая полоса, череда, оно как пошло, и пошло одно за другим, одно за другим, да, там на голову обрушивается все это. Так вот, этот ваш тапос, вас, возможно, спасет от каких-то плачевных событий. То есть, если вас должна была сбить машина, извините, там, покалечить очень сильно, то она проедет мимо, и вот заденет, вы испугаетесь только. понимаете разницу? Мы занимаемся йогой, на коврике терпим, я вам говорю, друзья, терпите, прикладывайте усилия, да, мы прожигаем негативную карму, то есть, те события, которые должны были произойти, они, скорее всего, не произойдут, если вы прикладываете усилия на коврике. И это придумано не мной, это придумано не тысячу, не две тысячи лет назад, это придумано сотни тысяч лет назад, и это закон такой космический, Вселенной, и это очень круто, что у вас есть такой инструмент по нейтрализации каких-то действительно острых и неприятных моментов в вашей жизни, и вы действительно их сможете избежать. И чем более будет ваша осознанность повышена, чем больше вы сможете поднять энергию выше, к высшим центрам, то как бы сверху, представьте, вы уже будете видеть ситуацию в целом, и вы будете понимать, что ага, вот здесь я поступил вот так, а это мне вот за это, вот это да, и значит так я больше поступать не буду. То есть, но увидеть вот такую вот взаимосвязь, возможно, только когда вы находитесь в энергии саттвы, энергии благости. Это высшие центры, поэтому опять-таки и нужна йога, чтобы поднимать постоянно энергию вверх. Постоянно энергию вверх. Медитация, которую дал Будда Шакьямуни, Апанасати. У нас на... Пусть будет на Апанасати. Да, у нас есть на сайте описание, оум.ру, зайдите, пожалуйста, прочитайте, там дана техника, которая, кстати, используется у нас в ретрите погружения тишину. Будда Шакьямуни дал очень простую технику, основанную на дыхании. Вот. И там постоянно визуализируете, как энергия поднимается вверх по вашему, не по позвоночнику, по задней части вашего тела к макушке и опускается вниз, замыкая вот этот круг. То есть от копчика вверх и опускается вниз. И когда вы это визуализируете синхронно с дыханием, то у вас энергия действительно поднимается вверх. Так вот, поднимая энергию вверх, вы пребываете в состоянии сатвы, вы пребываете в состоянии благости. Это одна из трех гун. Вот. Это очень важно. И тогда вы можете отследить кармические какие-то моменты. Если вы пребываете в страсти, это раджас. Или в тамасе, это вот, знаете, такое полное невежество, когда человек только удовлетворяет свои потребности, и все. Почему это не с гунами связано или не связано? Конечно, связано. Вы, ну, смотрите, гунны, они меняются. То есть тот же более-менее, который человек на таком уже более-менее высоком уровне, у него сознание меняется тоже. То есть то он в лене, в депрессии его может одолевать. Конечно, он быстро это, быстрее конвертирует, быстрее это преодолевает. То есть не всегда нет такого, что вот до сатвы дошел, и ты всегда в сатве. Такого нет ни у кого. Мы в этом мире, и мы соприкасаемся с энергиями других людей, и общаясь с человеком, который в тамосе, то есть его внутренний мир, он будет проецироваться на тебя, как в зеркале ты будешь отражать этот тамос, и ты будешь чувствовать себя этот тамос. Единственная разница в том, что ты будешь понимать, что это не твое. То есть уже развив себя до определенного уровня, ты уже будешь понимать, что твое, а что не твое, что к тебе прилипло от общения с какими-то людьми, а какой ты вообще на самом деле. И тогда просто уходит в практику, прикладывает к себе усилия и конвертирует, преобразует эту энергию. Что получается? Тому человеку, который был в тамосе, ему становится легче. То есть вот этот человек, этот преподаватель йоги, например, пообщался с вами, провел вам занятия, и в его внутреннем мире отразились ваш внутренний мир. И он с этим всем ушел домой, преподаватель, и личной практикой как бы преобразовал эту энергию, поднял ее к высшим центрам. Что происходит? У вас тоже поднятие идет энергии. И поэтому от некоторых преподавателей у вас крылья за спиной вырастают, а от некоторых преподавателей вы что сходили, что не сходили. То есть все зависит от самого преподавателя, насколько он адекватен. То есть прикладывает ли он усилия к развитию вашему или нет. То есть либо просто пришел, отторванил вам физические какие-то нагрузки и ушел. и ушел в бар с друзьями праздновать, дальше проводить свое время. Либо он ушел домой и занимается дальше, практикует для вас и для себя соответственно. Потому что то, что в нем отражается, это уже не его уровень. Его стягивает на этот уровень. И чтобы повысить, снова поднять энергию, ему приходится прикладывать к себе усилия. Вот таким вот образом действует такой вот энергетический взаимообмен. Еще хотел сказать, что не обязательно даже общаться. В метро дотронулся, допив он с алкоголиком. Ну и соответственно вся энергия упала. Да, у нас энергетические тела и структуры до 7 метров распространяются. Тут даже не мечтайте. Вы живете в многоквартирном доме. Весь такой чистенький, здоровенький. Ведете здравый образ жизни, занимаетесь йогой, а у вас за стенкой алкоголик живет. Вы с ним очень круто взаимодействуете. Но энергетика всего дома будет изменяться, если вы будете прикладывать к себе усилия. И ваши соседи будут меняться. Не только ваши родственники. То есть вы будете замечать, как вообще меняется весь стояк в подъезде. Серьезно говорю. То есть люди, которые не смогут, будут настолько в невежестве, они просто вот эту энергию, она им будет, знаете, они съедут оттуда. То есть будут какие-то такие перемены, что там переедут, в общем, появятся новые соседи. То есть вокруг вас создастся такая вот атмосфера, в которой вам будет легче двигаться по пути. Если у вас будет позитивная мотивация в этом мире, если у вас будет эгоцентричная мотивация в этом мире, ничего не поменяется. Хоть как вы прикладываете усилия в ваших практиках, хоть вы там на голове стоите три дня, вот, ничего не поменяется. Если вы не делаете чего-то для кого-то в этом мире, если вы не отдаёте. Не зря вот такая есть пословица, что отдал, то твоё, что оставил, то пропало. Вот. И это не пахнет какой-то сектой, это не пахнет каким-то фанатизмом. Это чисто человеческая природа. И загляните вглубь себя. И книги очень многие, учения в этом помогут. Обязательно. Но этот прорыв сделайте только вы сами. В том-то и дело. Да, конечно. Можете просто говорить карму, можете говорить там воздаяние. В различных там вероисповеданиях по-разному это говорится. Но факт остаётся фактом. Пока ты за каждое своё действие не расплатился, не отработал его, она никуда не денется. Она никуда не денется. Да. Есть примеры великих йогинов, которые смогли с помощью практик йоги, различных их много, с помощью учителей, без учителя тоже это крайне сложно будет сделать, который направил его по определённому пути этого достичь. Но таких очень-очень мало. И это всё обусловлено очень многими прошлыми жизнями. Понимаете, вот наши пристрастия, наши привычки, которые в этой жизни, мы же как перерождаемся? Мы помним эту информацию. Где эта информация записана? Она записана у нас как раз-таки в чакрах. Вот чакры — это как, знаете, магнитная лента или диск, на который записывается информация о наших пристрастиях, о наших омрачениях, о наших каких-то ограничениях. И когда мы рождаемся в новом теле, у нас есть новый шанс в этом теле, мы проживаем жизнь, то эта информация уже есть в наших чакрах. И вот на какой чакре у нас были какие-то наиболее такие пристрастия сильные, та чакра и будет задействована в жизни человека. То есть человек будет на этом уровне находиться. О чём это говорит? Допустим, человек очень агрессивный, он привык как-то агрессивно выражаться, выражаться, агрессивно как-то себя проявлять, поднимать руку и так далее. То есть это что? Это у нас Муладхара, это самая нижняя чакра. Это говорит о том, что он на протяжении многих жизней сливал свою жизненную энергию из этой чакры. То есть он накопил энергию и в силу страстей, привычек как-то так сэмоционировать агрессивно, она у него вся оттуда вытекла. И вот прикладывая к себе усилия, постепенно он может протолкнуть эту энергию выше до Сватхистана. Выше, выше, выше уже к голове. То есть смотрите, если мы представим систему чакр как калейдоскоп, помните, у нас в детстве у всех была игрушка, такая занимательная, красивая калейдоскоп, когда мы на свет направляем и крутим ее, и зеркала складываются определенным образом, определенные картинки. Так вот, та энергия, которая поднимается вверх, это как раз и есть этот свет. Вот здесь, в районе аджна-чакры и сахасрара-чакры, между этими двумя чакрами есть брахмаранда, есть такой, вы знаете, экран, на котором отражаются наши пристрастия той или иной чакры. То есть мы светом светим, и где-то на какой-то чакре затор. Допустим, анахата-чакра, да, и свет не может пробиться. И анахата-чакра, что это у нас? Сердечность, любим весь мир и так далее. В общем, человечный человек, очень хороший человек, человек этого мира. У нас этот мир проявлен из анахаты-чакры. Ну, считается, срединный уровень такой. Вот. И, но, отрицательная сторона анахата-чакры, это привязанность. То есть, чем больше мы кого-то людям, тем более мы к этому человеку привязаны. Это вот отрицательная сторона. И чтобы пробить энергию выше через эти привязанности, через ограничение этой чакры, мы как бы используем инструменты йоги, различные технические инструменты другие. Так вот, на Брахмаранде, когда свет не может пробиться через анахату, мы будем видеть образы в наших медитациях, в картинке, которые к нам приходят, именно соответствующие этой чакре. То есть, если у нас энергия застряла в Сватхистане, ну так, застряла там, образно говоря, у нас будут образы здесь, извините, похотливого характера. Ты тут сидишь, носиком дышишь, вокруг никаких гаджетов нет, а у тебя из твоего подсознания такие непристойные картинки сюда приходят, что ты думаешь, ну как же так? Я же вроде и не думаю об этом, оно вот приходит. Это хорошо, это чистка Сватхистана идёт. То есть энергия там пробивается. И вот она выше, 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 потом вы начинаете переживать, что вспоминаете развод свой или ещё чего-нибудь. То есть анахата, вот эти чувственность, переживания, сердечность. У вас на Брахмаранде вы видите все эти ситуации, вы их заново переживаете, у вас слёзы текут. Это часто я тоже наблюдаю у людей на ретрите. Это чистка анахаты идёт. И когда уже энергия поднимается вверх, у вас уже этих пристрастий остаётся минимум или вообще не остаётся. И вас уже не задевают те или иные какие-то жизненные ситуации. То есть вы относитесь ко всему равностно. Не безразлично, это вот разные понятия, а равностно. Вот и энергия уже, соответственно, и образы приходят уже из тонкого мира. То есть вы проработали весь там, ну как хлам, который загрузили в себя в этой жизни, и потом уже можно вспомнить прошлые жизни, можно там на тонком плане решить какие-то свои задачи, проблемы или там посмотреть, что на других планетах происходит. Ну в общем, но до этого, до этого уровня вам придётся преодолеть вот эти, вы знаете, заторы, там ограничения на определённых чакрах. То есть привычки, пристрастия, которые ещё из прошлых жизней тянутся. И соответственно, на этом уровне кармические узелки разрешить проще. То есть у меня как было, я уже практически вышла замуж за там парня одного. Но почему-то было всё сложно. Я не могла понять, на что же так всё плохо. Всё, одни проблемы, 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 проблемы. И дружить не можем, и расстаться не можем, и что-то держит, и что-то, да вроде всё понимаем. Оба там тоже в йоге, ну в общем, как-то понимаем эти процессы, но разойтись не можем, и вместе мы не можем, и вообще непонятно. Вот. И я попадаю на Випассану, и вот эта ситуация начинает прорабатываться. То есть я её думаю о ней, там нам сама возникает в голове какие-то образы. и постепенно-постепенно я вот, как знаете, кинолента отматывается назад, события в жизни происходят. Я вспоминаю свои тапочки в детском саду. Ну в общем, через все вот эти грани я прохожу, прохожу, прохожу. Вот. И всё, уже там после вот этих воспоминаний каких-то глубоких детских, там как у меня дедушка на санках катал, я такого вообще не помнила. Оно у меня вдруг вот так вот выходило из меня. То есть энергия постепенно поднималась. И вынесла просто на мантре Ом, я помню, то есть энергии удалось пробиться, потому что вибрации мантры Ом, они тоже очень-очень благотворно влияют на конвертацию энергии и поднятие её вверх. И я вижу, в общем, я увидела, что этот человек, он меня убил. Вот. И всю мою семью, и у детей, и мужа, и селение у нас такое было доброе, позитивное, хорошее, там люди занимались, развивались, никого не трогали, тихо жили. А тут налетели варвары таких вот, в чёрных одеяниях, с чёрными шлемами, какие-то такие, и рубили всех. И вот я помню, что я лежу в какой-то луже, и я уже понимаю, что мне уже так всё равно, что я так уже наплакалась, накричалась, наубегала, и вообще всё потеряла, ничего не осталось. И смотрю, вот этот всадник подбежал, чёрная лошадь, чёрное одеяние, чёрный шлем, и рука, он держал поводья, без перчатки была. И я смотрю, что это же кожа, это же тёплая, это же рука, это же человек. И я не могла понять, как может быть человек такой жестокий. И я вот смотрю, и вот я поражаюсь просто, как же так, это же, у меня прям сострадание какое-то к нему было. Как он вообще, это же такой несчастный человек, думаю. И всё, и он заносит надо мной свой этот какой-то меч или что, и я открываю глаза на мантре. Всё, у меня слёзы текут, и вот, ну, в общем, чистка произошла, тело трясётся. Понимаете, когда вы получаете какой-то сущностный опыт, его спутать с фантазией, или, как ещё говорят, пена ума, невозможно, потому что в тонких мирах у вас есть определённые рецепторы в вашем тонком теле по восприятию процессов, которые происходят в тонком мире. Это вот, допустим, как в этой жизни вы слышите запах розы, да, вот у вас обонятельный рецептор есть. Точно так же и там. Вы чётко знаете, что это не фантазия, то есть что это касается вас, вашего внутреннего мира. И это перепутать ни с чем невозможно. Вы когда вот возвращаетесь с этим опытом, вот я почувствовала тогда в жизни впервые, как развязался кармический узелок. вот, и это чувство облегчения, ну, знаете, ну, никакое чувство. Там нет ничего хорошего, плохого. То есть он развязался, и мы вот разошлись, как море кораблей. Вот, и дальше, значит, понимаю, что иду по жизни дальше. По поводу адов, почитайте, пожалуйста, сутру обеты бодхисаттвы кштигарбхи. Запишите себе. Это очень важная сутра. Там действительно описываются ады. Ады, они счищают вашу... То есть человек, вот, допустим, он идет такой нисходящий вектор, да, там вниз. И много-много жизней перевоплощается. И тогда у такого человека внимание, все очень хорошо. У него, он рождается в прекрасных условиях. У него там обеспеченная семья, у него все хорошо. Квартира, машина, да, там деньги есть. И вообще проблем в жизни нет. Вот. И у такого... Почему? У такого человека сжигается тапос. Таким образом, он в своих наслаждениях, в своих удовлетворениях, страстей, он сжигает тапос. И чем меньше у него тапоса, тем более такие вот примитивные миры он будет перевоплощаться из жизни в жизнь, из жизни в жизнь. И когда он сожжет полностью весь свой тапос, он выпадет в ад. А там его отформатируют. То есть нельзя понимать, что ад – это очень-очень плохо. Очень там все злые, там такие страшные демоны, они там сейчас ой-ой-ой, а-та-та сделают. Да. С одной стороны, колоссальные страдания там испытывает существо и очень долгое время. Очень долгое время. Вот. И... Но там в чем благо? Его... Вот эту натуру, которую он накопил, вот эту гадкую натуру, там, который убивал, который там участвовал в убийстве, ну, самые такие тяжелые виды кармы, да, как-то учение, извращал учение, там, очень плохо отзывался о там святых людях, там, как-то пытался разобщить общину, там, ну и так далее. Такие вот тяжелые грехи. Вот. Попадая туда, его просто чистят от этого всего под ноль. Знаете, как жесткий диск форматируют под ноль? И у него счищают все. Вот эти демоны, они как, знаете, как... Ну, они просто выполняют свою обязанность. Да, оно идет потом на благо человеку. То есть он чистый, легкий, поднимается потом снова и рождается снова человеком. Считается, что такого человека в этом мире чакр даже нет. То есть его почистили так, что у него никакой информации в нем записанной нет. И такому человеку... То есть... А это как животные. Знаете, есть такие люди, которые живут вот тупо вот животные. Вот он ничего ему не надо, кроме как там удовлетворить свою похоть, свой там аппетит и все. Они обычно этот мир прекрасно существуют. И они после ада для них тот вообще рай. Это да. Но только единственное условие у них ужасное. То есть они просто это как, знаете, как обезьяны ходячие. Вот. Ну, то есть никакого ничего, у них еще никакого опыта и мудрости нет. И тогда вот такой человек вот такой... он карабкается из жизни в жизнь. накапливая хоть какой-то опыт. И суть в том, чтобы взрастить сострадание к этому миру. То есть преодолевая вот эти сложности, попадая в эти сложные ситуации в жизни, когда его там будут убивать, бить, у него должно проснуться наконец-то сострадание к другим. и когда у него вот это бодхичито называется в буддизме пробудится, то есть он проснется и будет сопереживать миру, что, ай, мне больно, а вдруг это еще и кому-то точно так же больно, а вдруг это и кому-то так же неприятно. И вот у него сердце когда заполит за кого-то другого, тогда пойдет его уже более качественный рост, уже другие задачи, уже другие ему будут посылать уроки, то есть и боги, и демоны все заинтересованы в том, чтобы взрастить из нас высшие души, а по-другому не будет. У нас у всех природа Будды, а Будда это, знаете, пробужденное существо, это не имя, вот, это это состояние, вот, и мы все как бы, ну, не отличаемся от Будды, то есть наша жива, то есть являясь частью целого, но мы накапливаем тот или иной опыт в жизнях, и чтобы совершенствовать себя, и придумана вот эта карма, и придумана вот этот механизм, который вот отточит из нас богов, отточит из нас просветленные души, действительно, вот, и мы будем, соответственно, помогать следующим, там, да, следующей череде людей, существ живых, которые будут карабкаться вверх, карабкаться по ступенькам эволюции. Вот и все, вот и развитие такое, и вот делить мир на плохое и хорошее тоже бессмысленно, вот, и относиться нужно ко всем равностно, вот, и одинаково, и состраданием, если ты видишь, что человек кормует очень сильно, это же, ты же понимаешь, что как же ему бедолаги, то придется потом, вот, отнестись к такому человеку состраданием, и если ты можешь чем-то ему помочь, хоть как-то его вразумить, то, ну, пожалуйста, сделайте это, если нет, то, ну, ну, значит, нет, то есть тоже человеку навязать ничего нельзя, можно положить перед ним противоядие, но ни в коем случае не навязывать, то есть он сам либо возьмет его, либо не возьмет, там уже от многих факторов зависит, вот, вот такая вот система сложная, во-первых, лекции Жданова тоже рекомендую, если у вас есть какие-то там близкие люди, которые не могут избавиться от зависимости, очень хорошо, доступно человек объясняет в своих лекциях, семинарах, как вообще алкоголь влияет на здоровье человека, вообще на человека, да, действительно, такую вот нейтральную позицию в жизни занимать и не вовлекаться, стараться в процессы, вот что-то у вас происходит в жизни, сразу вернули себя к тому, что значит это так и должно быть, то есть в славянстве, в славянской культуре есть такие доля-недоля, которые плетут сеть кармы, считается, и вот когда душа в очередной раз собирается перевоплотиться в этом мире, чтобы повысить свою эволюцию, так как здесь самые лучшие условия для роста духовного, вот, чтобы вы знали, этот мир, срединный мир, то ему объясняют этой душе, что значит для того, чтобы у тебя был рост эволюционный, тебе, значит, нужно в этом мире воплотиться, он, да, я хочу в этом мире воплотиться, и тогда доля-недоля они начинают ему объяснять, что для твоего роста тебе нужно вот такие-такие-такие-такие ситуации пережить в этой жизни, вот такие-такие экзамены тебе будут испытания посланы, то есть и душа уже знает абсолютно все вплоть до секунды, что у него произойдет в этой жизни его, и его спрашивают, то есть добровольно, никто никого не принуждает, ты согласен, да, согласен, хочешь роста, да, хочу, все, пошел на перевоплощение, ну естественно там душа обрастая материя в утробе матери испытывает колоссальнейшие страдания и там память отшивает в общем напрочь, поэтому мы-то с детства и не помнили ничего уже, вот, ну это такой механизм такая так устроена, вот, и но дело в том, что они-то плетут эту сеть кармы, но это не значит, что это что-то однозначно и не не изменно, нет, они плетут ее с вариантами развития и как раз-таки в йоге есть те инструменты, которые могут помочь изменить ход событий и это очень ценно и это очень важно вот вот тоже я то есть да, ты грубо говоря сама уже прозришь, что у тебя вот такие-такие-такие испытания будут и ты изменишь этот ход событий, но мотивация какая-то в том твое будет ты ради себя это сделаешь хороший, чтобы тебе было хорошо, чтобы твои все узелки развязались, либо ты сделаешь это для мира, то есть чтобы твои все узелки развязались поскорее, чтобы я была сильнее и уже целенаправленнее делала благо в этом мире для всех живых существ, понимаешь вот в чем разница пока есть вот эти эгоистичные мотивы у нас боги они же не дураки грубо говоря они же видят чем человек живет и они видят кому можно помочь или там чтобы он вспомнил те же воспоминания прошлых жизней вы думаете без их благословения вы бы их вспомнили? то есть существуют определенные сущности которые отвечают за те или иные процессы и вы думаете эти сущности вот так стоят и смотрят как вы там пыжитесь и пытаетесь вспомнить вот они естественно тоже решают обсуждают и понимают кому они могут показать и что какую именно жизнь из всей вот количества жизней вот что именно его ситуация разрешится чтобы его ситуация разрешилась вот они видят вашу мотивацию они видят чем вы живете там их не обманешь потому что жизнь избавляют от карм частично да вы развязываете кармические узелки да это в основном даже основная мотивация есть то есть вы столкнулись с какой-то проблемой в жизни ситуацией что вам обязательно нужно знать откуда ноги растут и даже если вы перечитаете кучу информации там священной литературы и логически попытайтесь сопоставить и вы там узрите логически там какое-то вот решение это совсем не то чем вы действительно отправитесь туда и увидите не кто-то вам там расскажет ну наверное там он меня убил поэтому я его ненавижу конечно это все можно там и послушать многих учителей можно это все ну хорошо только вопрос эффективности это все равно что приходит информация которую ты должна принимать не потому что тебе показалось что ты ее придумала потому что это логично а это как возможность тебе еще раз воспринять хоть хоть какую-то если не можешь в жизнь сходить тебе вот таким образом прислали осознание ты уже даже не можешь простить за то что тогда в какой-то жизни как ты предположила он тебе да то есть выкручевать вот этот корешок то есть это зерно которое когда-то посадили искренне сказать что если я окажусь еще раз в этой ситуации никогда больше так не поступлю то есть не зря говорят что не по поступкам людей нужно судить а по мотивации к этим поступкам по отношениям к этим поступкам у нас многие поступки запрограммированы то есть допустим вы там ну опять скажу там изменили своему мужу вы знали что этого делать нельзя прекрасно знали что это плохо и вы бы никогда так и не сделали но как-то оно тогда вот получилось и вам жутко стыдно за это и человека судить за его поступок это глупо у вас мотивации не было к этому поступку вы не планировали то есть это же поступить можно по-разному как-то оступиться в этой жизни можно же по-разному понятие греха это тоже относительно грех это от слова погрешность то есть вот есть вектор какой-то вот истины да и вы просто отклоняетесь от этого вектора чем дальше отклонитесь тем сложнее будет вернуться да там по-другому там события жизни будут развиваться ну вот поэтому тоже вот этого плохое хорошее правильно неправильно это все очень относительно потому что это все равно в задумке вселенной и за любое такое состояние нужно уметь прощать и принимать и любить потому что только это приводит обратно в равновесие да и вот это самобичевание самоедство это тоже не очень хорошо это тоже гордыня между прочим да правда я знаю человека который вступает в отношении к другим людей на протяжении многих лет он очень негативно страдания большие причиняет а потом без меня попутал да тоже это вина на тому скид ну ее же не просто так сделал наверное она заслуживает то есть как он действительно искренне раскаялся ничего даже не говоря просто внутри себе сказал я в жизни так больше не поступлю я хоть лучше умру но вот не поступлю да вот настолько мне но если вам это предназначительно вы ляпаетесь опять но дело-то не в этом но уже с другими отношениями дело в другом да дело совсем в другом здесь настолько все иллюзорно что думайте лучше о других чем вот о себе и тогда к вам действительно и осознание придет и помощь придет и счастье придет и радость придет вот 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 та естественная радость а не которая жизнится на каких-то наших эгоистичных там потребностях и желаниях вот поэтому и семьи крепче будут не когда вы там создаете семью что вот хочу себе мужа верного единственного а когда вы ищете партнера который вам поможет сделает вас сильнее на пути уже предначерпанном вами вы вспомните свое предназначение и вы двигаетесь по этому пути и партнер вам просто необходимо потому что в этом мире мужское и женское оно друг без друга не существует и уже исходя с этих вот жизненных высоких таких позиций такой семье ничего не страшно ни разводы ни измены ничего не страшно а не потому что это вот люди которые живут слепую погрязшие в своих страстях и вот как эти котята двигаются и очень сильно страдают по жизни вот поэтому очень важна ваша мотивация и тоже вот послушали там лекцию о законе кармы все теперь вы будете думать о кармических узелках а как их не завязать а как их там развязать вы себе вы вспомните это звездное небо просто какое-то огромное количество то есть боги нам говорят что не надо на это вот вот так тратить свою жизненную энергию просто сейчас то что вы делаете делайте по совести не делайте другому того чего бы вы не хотели чтобы сделали вам и вот в каждой ситуации постарайтесь относиться к каждой ситуации именно так вот и об этом говорят различные духовные конфессии книги вероисповедания библия коран в общем сутры джатаки все просветленные существа вот и самая лучшая форма жизни в этом мире это служение когда вы отдаете а не когда вы берете вот это тоже очень важно когда вы будете отдавать поверьте у вас через некоторое время все будет хорошо потому что сегодня такие люди очень нужны очень нужны в этом мире вот это вот максимально и уже исходя из этого прикладывайте усилия там в какой деятельности вы участвуете вы будете взрослые логичные и прекрасно поймете что вот если я пойду туда там такое-то такое-то развитие будет у этого мира от таких моих действий но если я пойду в другую сторону будет противоположное развитие вот и помогая другим вы помогаете себе потому что это ваше развитие то есть это тяжело понять то есть в других телах вы помогаете самому себе в конечном итоге вот но без корысти без привязки к этой помощи это путь Бодхисады запишите себе пожалуйста изучите его это тот путь о котором проповедовал Будда Шакимуни это тот путь к которым шли великие святые в православной вере христианстве это тот путь к которым идут пророки в мусульманстве это тот путь по которому шел Иисус Христос то есть это максимальное самопожертвование то есть это максимальная отдача обществу служение обществу вот и тогда к вам будут приходить очень большое количество благодарности от живых существ и вот эти благодарности являются той силой которая поможет да которая поможет вам да и не обращать внимания на эти кармические узелки у вас другие задачи в жизни понимаете и такой человек он уже априори не будет какие-то вот там действия по векарме совершать или по карме он будет жить в а-карме как бы как следствие отпустить всю ситуацию просто и занырнуть в губь себя это немножко страшно вот но сделать этот шаг в эту пропасть в темноту там ничего непонятно там как это все отпустить ну все отпустить и вот вы себя до этого состояния довели вы во время практик накопили энергии потому что там часто хатха-йога другие различные практики практика ходьбы вы накопили энергии все и вас туда вынесло когда вы растождествились со своим я отпустили вот это все а пока вы сидите пыжетесь и думаете я хочу я приехала я заплатила за это я хочу свою прошлую жизнь у вас будет фантазии всякие будут картинки хорошие будут вот ну как бы это вот один из таких подсказочек которые кому-то пригодятся регрессивный гипноз да про регрессивный гипноз я тоже хотела сказать говорят статистика да я усомоляю проходят все и старые и молодые и кто вообще без подготовки и кто там долго йогой занимался все зависит правда вот по карме как говорится некоторым кто вообще там мало занимался им легче сидится чем там кто там спортом занимается йогой занимается годами а он сидеть не может потому что там все на энергии на том образе жизни который вы ведете это очень важно как вы эту жизнь проживаете вот и к вам соответственно такие вот в физическом вашем теле будут приходить трудности конечно подготовка важна но не настолько а про регрессию да смотрите здесь в этом процессе участвует третий человек второй человек вы и вот тот кто соответственно вводит вас в гипноз он будет вмешан в этот процесс то есть уже не вы одна будете и его энергия то как он живет его в общем энергия будет влиять также и на ваш опыт и непонятно будет ли этот опыт ваш или не ваш или частично ваш и та вы которую вы увидите в регрессивном гипнозе адекватно ли будет с вами общаться ну то есть это будет какой-то вот инструмент да но важно выйти туда самому это я еще в начале лекции говорила вот а тут будет как бы помощник но это вот палка о двух концах те кто хочет удостовериться в том что это действительно есть вот знаете удовлетворить праздновать любопытство удовлетворит пускай только толку от этого по статистике нет понимаешь понимаете понимаете когда вы находитесь на определенном уровне возможно вам еще и не и не надо у вас идет череда каких-то прохождений своих уроков но эти уроки будут проходиться быстрее и эффективнее если вы все-таки сможете в корень зрить глубже чем поверхностно поверхностно вы будете долго их проходить понимаете а когда вы используете древние инструменты которые нам не зря же оставили здесь у нас и так жизнь короткая вот и не воспользоваться ими когда они вот они у тебя вот здесь лежат ну как бы немножко глупо вот то есть вы эффективнее и быстрее будете проходить эти уроки вот в чем как бы приоритет этого вы их все равно пройдете дело в том что сколько времени на это затратится а у нас время мало такой вот момент еще по поводу того что вот своими силами вспомни там вот и что у меня есть друг очень хороший пример он на випассане раза 4 ездил и он терпел не просто он там сидел там часал там скучно было он сидел в подмассане и терпел эти все часовые медитации адский боль просто переживал адскую жил в палатке в таком каком-то тоненьком спальнике чтобы себе побольше аскез побольше накопить энергии и таки увидеть хоть что-нибудь потому что прагматик такой там сверхдеятельности такая с цифрами связана логик такой конкретный вот и таким людям материалистам очень тяжело что-то в тонком мире отследить таким вот людям которые очень знаете такие вот хорошо все продумывают логики вот такие вот четкие люди с тремя высшими образованиями им в йоге крайне слой они не понимают зачем это вообще все есть зачем эта вся философия вокруг йоги оставьте одни асана вот и все вот таких вот много сейчас в обществе так вот его таки взял азарт и он решил вот как азарт знаете я все равно знаю вот такой загорелся этим и он четыре випассаны отсидел это ну это молодец конечно мальчик он прям очень много усилий прикладывает так мало того он после випассаны практиковал он каждый день практиковал часами сидел он готовился к очередной випассане в итоге он получил опыт а я как раз на этой випассане еду помогала раздавать разносить я иду с этими тарелками а у них уже последний день и он как-то бежит разговаривать можно на всех я говорю что я тебе сейчас опыт расскажу я говорю да ладно неужели наконец-то поздравляю в итоге он говорит знаешь говорю так стыдно чего почему ну потому что человек ведет такой нравственный образ жизни довольно-таки там пытается там по сайту нам помогать ну в общем такой он хороший парень он такой по совести как говорится и говорит так стыдно говорю чего ты а смотрю глаза грустные грустные он говорит да ты знаешь ты же знаешь сколько раз я сюда приезжала я говорю да сколько я перетерпела Я говорю, да, видела все. Ну вот, говорит, у меня опыт пришел. И он говорит, ну, в общем, сижу, я, говорит, там дается определенная техника по визуализации. И все, говорит, меня выносит. Я, говорит, вижу дерево, какой-то туман, практика. Надо было и практика представлять. Вот этот практик и есть ты. То есть в своей прошлой жизни или в будущей. Но очень мудрец такой. И ты к нему обращаешься. Можно с ним у него совета попросить и так далее. То есть это и есть ты, твое проявление, одно из твоих проявлений. И вот я, говорит, его вижу и поверить не могу. Я же, говорит, так хотел долго. Я, говорит, смотрю, говорит, в тех мирах мысли все читаем. То есть как мы запахи воспринимаем, чувствуем, что роза пахнет или еще что-нибудь, палочки, благовония. Точно так же там существа сразу слышат твои запахи. Ну вот чувствуют там, считывают информацию. Практика открывает глаза. Понимаешь, что-то не то прилетело. Открывает глаза и задает вопрос очень конкретный. Никакой там нет вот этой вот метафизики и так далее. Говорит, что тебе нужно? Все. И ждет ответ. То есть человек пришел, что-то надо, ничего себе. Прорвался сюда из своего вот этого сансоричного мира. Значит, там, видимо, что-то так наболело, что раз такие вот усилия прилагало. И он, говорит, я встал, и я понял, что я, говорит, что не знаю, что спросить. Я, говорит, вообще, я понял, что я только ради этого столько потратил сил и энергии. Мне, говорит, так стыдно с тобой, я, говорит, изъявился. Но, говорит, единственное, что мне в голову пришло, это я, говорит, попросил, а покажи мне меня, чтобы я ощутил себя, что я сижу сейчас на липасане одновременно, и что я вот нахожусь здесь с тобой. Я хочу вот это вот прочувствовать. Кто, говорит, чтобы только что-то сказать, говорит, Наталья, это первое, что, говорит, в голову пришло. Ну, говорю, хорошо. И дальше ушел в свои самадхи. Вот. И я, говорит, ощутил себя, что я сижу в подмассане, жутко адски болят ноги, все болит. И одновременно я нахожусь вот в этом пространстве и вижу практику себя. Вот. И он вернулся, я говорю, ну что, Денис, ну, что, говорит, ты будешь дальше приезжать на випасану. Больше он не приезжал. Ну, там уже как-то, видимо, сложились другие какие-то обстоятельства. Он дальше пошел. Ну, тоже. Он преподает. Да, там проводит тоже какие-то мероприятия. Да, понял смысл сложения, что он эту энергию мог потратить на благо других людей, что-то реально значимое сделать для этого мира. Много таких я видел, то есть ребят, которые регулярно приезжают, приезжают, приезжают. Некоторым очень тяжело, но они очень настойчиво, упорно приезжают. Четыре-пять раз такие бывали рекорды. Я одинок таких несколько человек. Человек-треугольный. Буквально, вот недавно, да. Да. В общем, живете, знаете, то, что вы излучаете, то, что вы генерируете в своем внутреннем мире, то и отражается в этом внутреннем мире. И точно так же мир начинает относиться к вам. То, что вы несете с собой здесь, точно так же мир к вам возвращается теми событиями в мире, людьми, какими-то негативными или позитивными вещами. То есть это зеркало ваше. И здесь, если вам плохо, нет смысла кого-то винить, поймите, пожалуйста. Нужно работать с собой. И от этого будет лучше и вам, и людям вокруг, и вообще мирам вокруг. Поэтому я надеюсь, в этой лекции смогла донести до вас какие-то важные вещи и что-то подтолкнуть каким-то важным осознанием во благо всех живых существ. К сожалению, не успеваем мы сделать практику мантры О. Но я вам очень советую, практикуйте ее сами. Четыре звука. А, О, У, М. Вот полчаса хотя бы минимум. Найдите время, сядьте в тихом месте, на природе или дома где-то, когда никого нет. И создайте эту вибрацию. И почувствуйте эту вибрацию в себе. Это действительно считается сильнейшей практикой. Вот, почитайте о ней, ознакомьтесь. У нас на сайте очень много информации про эту мантру. Вот, вселенский звук. Пчела летит, она ум, говорится. Или шершень. Ну, вообще очень много звуков похоже. Вот. Еще раз вас благодарю, что пришли, что нашли время. Была очень рада с вами попрактиковать, пообщаться. Надеюсь, увидимся еще когда-нибудь. Будет такая возможность. И, пожалуйста, занимайтесь собой. Во благо этого мира. Ум.